для вязания нам необходимо набрать четное количество петель для образца я наберу 14 петель для узора и две петли кромочные завожу спицу вот таким образом и на спицах получается уже две петли и сейчас мы набираем еще 14 петель 3 4 5 6 7 не затягивайте набор на край 13 14 15 и 16 кромочную я провязываю лицевой петлей в дальнейшем я буду ее просто снимать для того чтобы зафиксировать сейчас край изделия я ее провязала лицевой далее мы провязываем одну петлю лицевой делаем накид вот таким образом заводим спицу сзади рабочие нити и сейчас две петли следующие за передние стенки мы провязываем лицевой петлей с наклоном вправо то есть петельки у нас сейчас смотрят вправо накид 2 петли вместе лицевой за передние стенки накид 2 петли вместе за передние стенки на самом деле узор вяжется быстро на камеру мне немножечко неудобно поэтому я вижу медленно накид 2 петли вместе и таким образом мы вяжем все петли до того момента когда у нас на спице останутся 2 петли 2 петли вместе накид 2 петли вместе и осталось у нас на спице 2 петли 1 кромочная и предпоследние вот эту петлю мы вяжем лицевой а кромочную мы вяжем изнаночной кромочную можно вязать также лицевой петлей но в таком случае нужно вязать либо изнаночные кромочные петли последние либо лицевые вяжем второй ряд первую кромочную петлю мы снимаем и все петли мы вяжем сейчас просто лицевыми без накидов лицевыми петлями до конца ряда только лицевые кроме изнано кроме кромочной петли которую мы провязываем изнаночной и кромочную мы провязываем изнаночной готова третий ряд третий ряд вяжется практически так же как и первый но есть небольшое отличие в начале и в конце ряда первую петлю мы снимаем делаем сразу накид и 2 петли вместе провязываем за передние стенки также лицевой петлей накид 2 петли вместе лицевой накид 2 петли вместе лицевой накид 2 петли вместе лицевой накид 2 петли вместе накид 2 петли вместе накид и 2 петли вместе и кромочная изнаночной разворачиваем вязание и четвертый ряд мы вяжем тоже так же как и второй все лицевые петли первую петлю мы снимаем все остальные провязываем лицевыми за передние стенки лицевыми если вы обратили внимание я вяжу лицевые изнаночные бабушкиным способом поэтому я вижу за передние стенки вот уже вырисовывается узор про вяжем еще 4 рядочка вместе чтобы закрепить узор и так первую петлю мы снимаем 2 у нас идет лицевая накид 2 петли вместе за передние стенки накид 2 петли вместе за передние стенки накид 2 петли вместе накид 2 петли вместе и так до конца пока не останется 2 петли на левой спице так осталось 2 петли на левой спице предпоследнюю вот эту мы вяжем просто лицевой и последнюю кромочную изнаночной второй ряд нашего узора первую лицевую снимаем все остальные лицевыми за передние стенки и кромочная изнаночная третий ряд узора кромочную снимаем делаем сразу накид и 2 петли вместе за передние стенки накид 2 петли вместе за передние стенки накид 2 петли вместе за передние стенки и так до конца ряда и последнюю кромочную мы вяжем изнаночной вот уже хорошо заметен узор и последний ряд этого узора мы вяжем все петли лицевыми тут уже не сложно и кромочная у нас идет изнаночная вот такой простой в исполнении узор но очень эффектный вот так он выглядит получился и вяжется он очень быстро и запоминается узор очень быстро вот они наши узоры вот этот узор в образце который мы с вами только что связали он связан без подготовительного ряда и край у этого образца выглядит очень красиво то есть сразу можно вязать узор в этом большом образце у нас связан подготовительный ряд платочной вязкой вот так вот он выглядит тоже смотрится красиво вы можете связать либо так либо так если это видео было для вас полезно не забудьте поставить лайк этому видео если вы до сих пор еще не подписались на мой канал по обязательно подписывайтесь и увидимся в новых видео пока